здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте jumla сенсей и это урок номер 104 в этом уроке я хочу вам показать бесплатный модуль с помощью которого вы сможете делать неограниченное количество timeline так называемый то есть отображение контента в таком виде что-то типа дерева да то есть у нас есть такая вот линия это ствол а это у нас ветки и здесь у нас есть такие плюсики по плюсику нас раскрывается наш контент также по названию напротив также он скрывается и по заголовку раскрывается список и другие у нас по умолчанию свернуты и таких можно сделать неограниченное количество далее у нас поддерживается html вставка то есть я могу вставить вот например вы видите картинку вставил ролик с ютуба в общем классная вещь думаю многим пригодится и самое главное это вся конструкция она у нас адаптивно под мобильное устройство если я сейчас начну за край браузера стягивать его уменьшая тем самым то вы видите что происходит если у нас блоки вот так перестраивается эту есть уже адаптивный дизайн и смотрится тоже все нормально давайте установим данное чудо данный модуль вы сможете скачать с моего сайта ссылочка будет в описании видео давайте переходим расширение менеджер ширине как обычно устанавливается данное расширение загрузить и установить далее мы переходим с вами расширение менеджер модулей находим наш модуль timeline так и называется он сразу его опубликуем заголовок я скрою и позицию выберу своего шаблона не забудем привязать на каких страницах отображать данный модуль я выберу на всех страницах модуль прост настройки тут немного и давайте создадим несколько вот таких веток чтобы мы могли как-то разобрать его настройки настроек тут практически нет как я сказал рассмотрим вот эти вот варианты сначала создадим наши вот эти вот так сказать прямоугольники для контента чтобы создать первый мы нажимаем на кнопку на вы понимаете да если мы нажмем еще раз то создаться еще одно такое поле для ввода информации также если вдруг нам понадобится какой-то из этих вот блоков удалить мы нажимаем на кнопку remove то есть удаляем я вновь нажимаю на если для вас важно какие элементы будут находиться на верху то имейте ввиду что вновь добавленные вот эти вот timeline они у нас появляются сверху а те которые создали опускаются ниже поэтому есть пишу например демо 3 например хочу всего три бокса таких вот вывести на сайт title заголовок пишу заголовок и описание как раз таки здесь мы можем вставить любой текст и html у нас поддерживается я вставлю произвольный текст и давайте на этом уровне сохранимся и посмотрим на сайте у нас с вами все выводится далее я нажимаю nav и пишу также демо 2 только теперь заголовок и просто продублируем информацию нажимаем сохранить вот у нас демо 2 наверху внизу демо 3 перемещается итак я оформил три бокса теперь как вставлять html ну напрямую если вы код не знаете как прописать у нас нет кнопочек добавить изображение мы можем пойти другим путем мы этот модуль пока закрываем переходим материалы менеджер материалов создать материал здесь уже мы загружаем какое-то изображение вставили просто в статью нажимаем html код и копируем весь код статью сохранять не нужно нажимаем отмена переходим обратно в менеджер модулей заходим наш модуль и просто вы можете вот так напрямую вставить код и давайте посмотрим как это работает обновляю страницу вы видите в первом боксе у нас отображается картинка также дела обстоят если мы хотим вставить видеоролик с youtube заходим в youtube под роликом нажимаем поделиться html код и полностью копируем наш код и например вставляем его во второй прямоугольник сохранить обновляемся кликом по заголовку у нас с вами все работает теперь отображение у нас есть наверху вот такая вот опция если выбрана первый вариант дефаут значит у нас первый вот этот вариант он всегда в раскрытом виде после того как человек зашел к нам на сайт давайте сразу посмотрим если выбираем второй вариант обновляемся то у нас все в раскрытом виде то есть у нас вот так свернута вот так в раскрытым то есть все боксы будут в раскрытом виде и если мы выберем третий вариант сохранимся обновимся то у нас все свернуты вот такой вот полезный модуль надеюсь для вас урок был интересен полезен надеюсь вы примените если вам урок понравился ставьте пожалуйста палец вверх ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые познавательные выпуски на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь